Жар страсти, в который погружаются двое. Это новые ароматы от Reflame. Sophia Ecstatic для нее и для него. Привет, вы на канале Взлет, меня зовут Ольга. И сегодня мы с вами будем обсуждать эти парфюмы. Поехали! В 90-е годы в Reflame вышли первые парфюмы Seduce или Соблазн. Они были в шикарных жестяных банках и формы напоминали женские фигуры. И очень многим нравились эти ароматы. И я сама использовала Seduce с большим удовольствием. Но потом эти парфюмы ушли и долгое время ничего подобного не было. И только в 2015 году в Reflame сделали ребрендинг этого направления соблазнительных, чувственных парфюмов, пробуждающих страсть. И выпустили первые классические ароматы Sufiva. И первый аромат Sufiva был цветочный и восточный. И работал над ним парфюмер Vincent Schaller. Основная нота в женском аромате была розовый перец или красные ягоды перца. А мужской парфюм Sufiva пряный и древесный. И над ним работала парфюмер Christiane Plos. И там основная нота жгучий перец. Чили или в разных источниках по-разному называют этот перец. Где-то еще пишут, что это перец пири-пири. Мужские парфюмы во всей линейке Sufiva более жгучие, более страстные и более яркие. Тогда как женские они тоже с перчинкой. Перец прослеживается и в классической версии, и во всех фланкерах Sufiva. И придает аромату некоторую резкость, которую парфюмеры в композиции стараются смягчить различными нотами. И если вот первая классическая версия, она более цветочная, то уже через некоторое время, в 2019 году, в Reflame выходит фланкер в линейке Sufiva. Это Sufiva Together. То есть вместе. Что не просто парные ароматы находятся в лихорадке, они еще и вместе в этой лихорадке пребывают. Это опять говорит нам о страстном направлении этих парфюмов. И уже над женским ароматом работала парфюмера Натали Лорсон, которая в то же время выпустила ароматы Соблом Нечи. И все парфюмы, которые делала Натали, они были просто шикарные, дорогие очень композиции. И здесь Sufiva Together собрал в себя направление и сладкое, и цветочное, и восточное, и пряное. А над мужским Sufiva Together работал парфюмер Fanny Bale. И здесь перец стал объединяющим. Мужской аромат тоже стал пряным и восточным. И можно два этих парфюма уже определять как и восточные именно фланкера. И здесь перец и там, и там один и тот же жгучий перец пимента основная нота, которая также, как и в классической версии, добавляла фланкеру терпкости и необычности. Потому что, ну как в основном мы девочки, мы смотрим ароматы либо романтичные такие для девочек. Девочки кто-то любит компотики, кто-то любит свежачок. Ну, разные направления, то эти ароматы, они выделяются. Все ароматы Sufiva, они стоят немножко отдельно. Они именно на любителя, на вкус. То есть вы тестируете, понимаете, да, я очень хочу, чтобы от меня был такой аромат, чтобы люди чувствовали этот шлейф. Либо вы говорите, нет, 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 я останусь, пожалуй, в своих свежих, простых, понятных. Либо, например, в каких-то шипровых, наоборот, в каких-то других композициях, но не в этой. То есть это ароматы, которые надо тестировать. И вот сейчас, в 2023 году, снова выходят фланкеры. Это ароматы Sufiva Ecstatic. То есть мы не просто находимся в лихорадке вместе, мы еще и в восторге от этой лихорадки. И сейчас мы с вами будем рассматривать впервые на канале взлет ароматы Sufiva. Ни на классическую версию, ни на Tugese. У меня обзоров нет, поэтому сейчас мы распаковываем, обсуждаем парфюмы первый раз из линейки Sufiva. Ariflame обещает нам, что ароматы будут притягательные и соблазнительные. Они зажгут наш огонь и позволят ему медленно гореть. Что эти два аромата будут сочетаться друг с другом, создавать чувственное напряжение. У них есть одна фишка, сейчас я вам о ней расскажу. И также эти два парфюма будут трансформировать друг друга. Здесь также, как и в предыдущих версиях парфюмов Sufiva, выступает перец. И в женском аромате это розовый перец. А в мужском аромате это сычуанский острый перец Timut. Но вот в этом фланкере перец не играет главную роль. Здесь на первый план и в женской и в мужской композиции выходит Alibanum или Lada. Но сначала давайте обсудим сами флаконы. Женский парфюм приходит в красивой картонной коробочке. Оранжевые, коричневые, рыжие оттенки говорят нам о пламенном направлении, обогненном этих ароматов. Мы смотрим на коробочку и мы уже знаем точно, что это будет не просто какой-то легкий парфюм, а явно композиция, которая будет заставлять о себе говорить. Парфюмер женской воды, уже знакомый нам, Илиас Эрминедис. Совсем недавно мы его обсуждали в связи с запуском фланкера Giordani Gold, Goodest Gold. Также Илиас сделал для Reflame Friends World для нее Tropical Sorbet. И Илиас родился в Стамбуле, вырос в Афинах, получил профессию парфюмера в Париже. Также он очень много интересуется современным искусством, дизайном, историей, путешествиями, кухней. И все его увлечения находят отражение в его работах. Он очень продуктивный парфюмер. Он сделал 129 парфюмов для различных и в том числе люксовых брендов. И один из ароматов, который мне очень нравится и знаменитых, это Gucci by Gucci. Также он творил для Givenchy, для Bacard и для Lancome, для многих других парфюмерных домов. Мужской парфюм приходит в темно-коричневой коробочке. Также мы видим блики разных оттенков, рыжего и коричневого. Также символизирует огонь, но он более обстоятельный. Он более такой древесный. И мы видим, да, это мужской парфюм. Эта коробочка предназначена для мужчины. И буквы написаны на коробочке, тисненые Софио и Экстадик Хим. Они выполнены в серебре, тогда как на женской коробочке в золоте. И здесь у нас парфюмер Валерий Минцель. Эта девушка впервые сотрудничает с Reflame. Она родилась во Франции, работала в Нью-Йорке. Сегодня она живет в Мюнхене. И любит брать сложные проекты. Сотрудничает также с брендами со всего мира. И она создавала продукцию для L'Oreal, для Eiffra, и для многих других парфюмерных домов. Во всей линейке Софио используются флаконные силуэты. Так же, как когда-то в аромате, с которого я начала обзор, Seduce. Силуэты сейчас, в данный момент, это один из самых трендовых дизайнов аромата. Используют его и Ким Кардашьян, и Билли Айлиш, и многие бренды балуются различными элементами фигуры человека. И Reflame, я отмечу, один из самых первых, начал это делать еще в 90-х. И сейчас мы снова видим женщину и мужчину в образах флакона. Женский аромат помещен в оригинальный флакон в виде стилизованной женской фигурки, сквозь прозрачные грани которого просвечивает золотистая медовая жидкость самого парфюма. Острые грани флакона символизируют соблазнительный характер аромата. И то, что этот парфюм, он не будет с вами заигрывать, он будет сразу заявлять о себе. И если в женской версии мы видим изящную фигурку, то мужской парфюм одет во флакон, напоминающий могучий мужской торс. И на стекле и мужского, и женского аромата мы видим изогнутые линии, которые намекают на огонь страсти и жаржелания, который бушует во флаконе и в который мы погрузимся, когда начнем использовать этот аромат. Ну что, давайте же тестировать. Мне безумно хочется попробовать этот парфюм. Что это такое? Вот сразу я чувствую, первое прямо ощущение, я чувствую ягоду. И это не просто... А вторым уже идет перец. Вот вторая волна, вот прям первое, это было прям что-то такое сладенькое и очень приятное. И тут же вторая волна, и уже чувствуется она очень основательная, это вот этот перец и направление ладана, о котором мы сегодня с вами будем разговаривать. И в верхних нотах, самых первых, аромат дарит освежающее дуновение айвы, хрусткость яблока и душистую сочность спелых ягод малины. Совсем недавно я писала в баблике пост про ноту малины в парфюмерии, какая она, насколько она интересная, как она сочетается с разными стилями ароматов. И на самом деле малину можно вписать абсолютно в любой парфюм. И в свежий, и вот как в данном случае в пряный. И я также выписывала, вы можете найти этот пост, посмотреть. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, ссылочка есть внизу на мой баблик. И я писала все ароматы с малиной, которые есть в каталоге Арифлейм. И вот у нас появился еще один аромат с нотой малины. И здесь малина подчеркивает направление парфюма. Это амбровость и ванильность. То есть малина, она служит таким сладеньким обрамлением. Если бы ее здесь не было, это была бы просто вот более резкая композиция. А малина, она ее немножечко размывает. И когда вот первые ноты сходят, они вот уже не так сильно бьют в нотах сердца. Мы находим в центре композиции неотразимый дерзкий фундук, тонкий аромат лепестков апельсинового цветка. Ну и конечно же то самое бодрящее облачко розового перца, которое я сразу почувствовала. Которое придает этому аромату ту самую страсть и жизнерадостность. И самое интересное вот в этих парфюмах это шлейф. И я уже тестировала ароматы. Мне было безумно интересно на себе ощутить вот эти шлейфовые ноты. И вот эту базу, что же там такое. Потому что о базе Reflame говорит больше всего. И на прощание эта композиция дарит нежный, ароматический, опьяняющий, обжигающий аромат амбрового алибанума. Которая сочетается с пряными нотами корицы и волшебной, сладостной и соблазнительной ванили. Ваниль я здесь чувствую меньше всего. Есть ароматы и в каталоге Reflame, в которых ванили она прям лидирует. Она настолько вот прям ваниль просто. Здесь ваниль она шлифует, перец шлифует алибанум. И она просто где-то на заднем плане. Если сравнивать этот парфюм, это сразу мне пришло это сравнение. Специально вот вам принесла показать. Это Paradise. Если у вас есть девочки, которые любят Paradise, скучают по нему. Дайте протестировать вот этот Sufiva Ex-Tatic. Потому что очень близко, очень рядом. Вот эта терпкость, вот эта какая-то припудренность. И в то же время достаточно многогранная композиция. Вот для меня эти ароматы очень сильно похожи. Что такое алибанум? Это вопрос, который меня очень сильно заинтересовал. На самом деле это ладан. Есть дерево, которое растет в Африке, в Сомали, Босвелии. И смола, которая вытекает из этого дерева, она высушивается. И получается античный ладан, который по-другому называют алибанум. В переводе с одного из диалектов арабского языка алибанум означает молоко. Далее это название по цвету вот этой самой высохшей смолы. И если вы себе представляете, как выглядит ладан, он же алибанум, просто из определенного сорта деревьев его добывают, то вы представляете себе вот этот молочный непрозрачный оттенок. И этот алибанум, который используется, вот его ноты в данной композиции парфюма, они изготовлены путем пирогенизации, воздействия тепла. И раскрывают свою глубокую амбровую окраску только при высокой температуре. Это значит, что полностью жгучие ноты алибанума раскроются на разгоряченной страстью кожи. Арифлейм намекает нам на то, что это парные ароматы, которые во взаимодействии раскроются во всей своей красе. Аромат суфивы, кстати, для нее очень долго остается на коже и передает теплую амбровую чувственность, округлый тон и привлекательную тональность. Это парфюмерная вода, в отличие от мужской. Мужская вода в данной композиции является туалетной. Давайте ее протестируем и обсудим композицию. По цвету очень похоже. Ну, знаете, мужские ароматы Арифлейм делают просто потрясающими. Это вот настоящий прям мужчина. Какой-то чувственный, в то же время брутальный, загадочный. Он находится на свидании. Мне представляется мужчина либо на свидании, либо где-то в ресторане, в театре. Но это мужчина, который отдыхает. Это не мужчина, который в офисе, не мужчина, который на спорте. Это мужчина, который находится рядом с любимой женщиной. Вот этот аромат, он оставляет именно такие впечатления. И мужской, кстати, принадлежит к семейству амбровых и фужерных. И открывается композиция верхних ноток сразу солирующими острыми специями. Горячим сычуанским перцем тимут, лист гвоздики здесь и грейпфрут. И я также могу сказать, как и в женском парфюме, что не чувствую я здесь цитрусовой дерзости, как от каких-то свежих либо спортивных парфюмов. Здесь перец, он также ощущается и также он лидирует. Видимо, вот эти ноты перца, они настолько яркие, что остальные ноты в композиции, они их только обрамляют. Но никак не создают микс какой-то. То есть они являются как бы рамкой для вот этих нот перца. Да, здесь немного вот этот ладан, алибан, он придает устойчивость композиции. Но все остальные ноты, они все равно немного теряются. И когда вот это первое впечатление проходит, в сердце аромата мы находим неотразимый и дерзкий крепкий кофе. Если у вас просят ароматы с нотой кофе, запоминайте это Софива Икстатик. И здесь кофе смешивается с пряным кардамоном и утонченным ирисом. Ароматы с ноткой этого притягательного цветка выбирают уверенные в себе мужчины. И неспроста, потому что этот цветок считается символом многих монархов. Вот такое сердце у данной композиции. И шлейф, когда все вот эти первые ноты растают, основные. Что же останется на одежде, что же останется на волосах у мужчины, который будет пользоваться этим парфюмом. В шлейфе здесь ветивер и яркое гвояковое дерево. Подчеркиваю дымную глубину таинственного алибанума. Это нота, напомню вам, которая полностью раскрывается на горячей коже. На мой взгляд, эти парфюмы самые парные ароматы каталога. Потому что почувствовать всю красоту композиции можно только вместе. И эти парфюмы таинственные, захватывающие. Они соблазнительные, восторженные, которые зажгут огонь вашей пары и оставят вас воспламененными. Эти ароматы объединяются. И можно с полной уверенностью сказать, что софивый экстатик – это жар страсти. Если вам был интересен и полезен мой обзор, то ставьте под этим видео лайк. Пишите ваши комментарии, если вы тестировали парфюмы, планируете ли вы их покупки. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал «Взлет» и нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещение и посмотреть видео о новинках Ари Флейм на канале «Взлет» самыми первыми. Пока-пока!